Здравствуйте! Это Культурный город. Программа о творческих людях Земли Матищинской и о культурных событиях нашего городского поселения Матищи. Меня зовут Юлия Федериненко и сегодня у нас в программе сразу несколько гостей. Мы будем говорить о поэзии, искусстве, творчестве, читать стихи. И прямо сейчас я представлю вам моих гостей. У нас в гостях Раиса Александровна Креницкая, у нас в гостях Анатолий Афанасьевич Пережогин. Вы у нас представляете Союз писателей-переводчиков и Содружества творческих сил. И у нас в гостях также Борис Иванович Николашин, матищинский художник, фотограф и дизайнер. Всем здравствуйте! Очень приятно вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы нас пригласили. Нам хотелось бы узнать о вас побольше. Не исключено, что многие матищинцы уже знакомы с вашим творчеством. Вот буквально недавно, в начале марта, было ваше выступление в районном дворце культуры Досога Яуза. Проходил творческий вечер, где читали стихи. Плывут по небу облака, я им рукой машу, пока плывут они в далекий край. Куда вернусь я, так и знай. Вернусь, чтоб к морю убежать, припасть лицом к песку, лежать. Или вытерев слезу тайком, прибою мчаться босиком, чтоб чайкой белой успахнуть, морского воздуха вдохнуть, Расправив крылья за спиной, порить над голубой волной. Плывут по небу облака, я голову подняв слегка, не устаю на них смотреть. Вот с ними вместе улететь и опуститься на поля, где пахнет клевером земля. Плывут по небу облака, да будет так во все века. Давайте более подробно расскажем сегодня нашим телезрителям о вашей творческой группе. Кто начнет? Ну, мы с Борисом Ивановичем первоначально, два года назад, случайно познакомились, будучи вместе в санатории. Это было на юге, в Дагомысе. Ну и сразу как-то мы почувствовали близость, родство с ним, поскольку интересы у нас совпали. Борис Иванович, вот он оказался художник и фотохудожник, я сразу обратил на него внимание, еще не познакомившись с ним, как он там ходит и снимает очень тщательно. И потом он мне показывал. А с Раисой Александровной мы уже до этого больше десяти лет вместе работали. И поэтому тут наш альянс, он естественно сложился. И мы дружим просто, можно сказать, в течение двух лет очень тесно. Мы ходим и выступаем на выставках Бориса Ивановича, а Борис Иванович приходит на наши спектакли и концерты, которые мы с Раисой Александровной время от времени представляем. И делает фоторепортажи, которые мы потом покажем. Ваше такое сотрудничество творческое во всех отношениях, да? Вы пишете стихи, переводите стихи на разные языки, с разных, насколько я понимаю, да? Как правильно? С разных языков. С разных языков, да? И если сказать более точно, это я работаю с подстрочниками. То есть кто-то переводит, а я уже слагаю стихотворку. Адаптируйте в рифму, да? И Борис Иванович, у нас художник, свои картины представляет. То есть у вас вот такое трио увлеченных одной идеей, можно сказать, людей. Где бывают ваши выступления и кто на них может прийти? Какая тематика этих выступлений? Я уже упомянул, что у нас был спектакль даже в Сочи. Ну, конечно, мы живем здесь, и поэтому мы в ближайшие округи выступаем. В Москве, в городах Подмосковья, Фрязино, Ивантеевка, Королев, Матищи. Иногда вне области тоже делаем спектакли. Это было как-то раз на полотненном заводе в Калужской области. Так что вот такая география. Как проходят ваши концерты и стихи, которые вы читаете там, это прежде всего ваше творчество, да? Совершенно верно. Что для нас? Александра Ивановна, пожалуйста, вам слово давайте дадим. Ну, публика у нас самая разнообразная. Возрастной контингент, и вот буквально недавно мы, Осипа Мандельстама, был вечер. Там были дети с первого по шестые, по-моему, классы так. Вот благодарная такая публика. После концерта, после выступления они буквально подбежали, обняли. Говорят, как им понравилось, высказывают свои такие слова. Вот как девочка говорит, мне даже спать не хотелось. То есть, чтобы внимание удержать ребенка, все понимают, что это должна быть большая работа. Да, очень сложно детское внимание удержать. Это надо... Программа получасовая стихов непрерывного чтения. Ну, и 45 минут на брюки. Мальчик написал отзыв, что я хочу так же, когда буду взрослым, так же читать красиво, как читали поэты. Ну, а давайте что-нибудь прочитаем уже как раз из вашего... Ну, вот я хотел бы подчеркнуть, что, собственно, нас объединяет, можно сказать, поэзия как таковая. Если иметь в виду одно из значений этого слова, поэзия — это красота и прелесть чего-нибудь, что вызывает чувство очарования. Вот, например, те, кто был на выставке Бориса Ивановича, он наверняка это чувство испытывал, чувство очарования от тех образов, которые он представлял своими фотоработами. Значит, он поэт, поэт в своей области, поэт-фотохудожник. Раиса Александровна, она вообще не только поэт, она художник-флорист. Создает картины из специально засушенных растений. Поэты в цветах. Да, и это... Так что необязательно писать стихи, чтобы быть поэтом. Всяк человек поэт. Коль тайны бытия его души касались, словно слуха трели. Уверен, что порой и вы, как я, на звезды с восхищением смотрели. Наука ныне кажется всевластной, еще чуть-чуть и Бога потеснит. Но стала жизнь разъятая, опасной, утерянная целостность манит. Сказал Сократ, чем больше знаю я, тем больше грань с неведомым моя. Поэт, однако ж, может охватить в своих творениях дальние пределы. Одна душа способна все вместить. Коль преднепознанным мы собраны и смелы. Блестящая. Спасибо большое. Если позволите, я вольюсь в эту волну и прочту стихотворение «Жизнь поэта». Это перевод франко-болгарского поэта Мартия Одинков. «Жизнь поэта». Жизнь поэта – бурная река, текущая из родников стихами. Жизнь поэта – красота цветка, воспетая нежнейшими словами. Жизнь поэта – бурный океан, что горизонты рифмой расширяет. Жизнь поэта – крыльев ураган, когда в стихах он птицею взлетает. Жизнь поэта – солнце и заря. Словами оды души согревают. Жизнь поэта – хлебные поля, где колоски стихами созревают. Жизнь поэта – не как жизнь других. Другие его жизнь с ее мечтами. Поэт любовью высоты достиг. Живет, поет и думает стихами. Скажите, господа поэты, ценители, любители поэзии, почему вы выступаете перед зрителями? Одно дело – быть просто в душе поэтом, создавать стихи, творить, писать, а другое дело – делиться этим. Что вам в этой работе больше всего нравится? Когда, я не знаю, Раиса Александровна… Вот я о себе скажу. У меня много стихов, ну скажем, лирических, таких теплых, нежных, о погоде, о цветах, о птицах. О природе. О природе. И вот эту красоту я просто хочу поделиться с людьми, вот этим вот всем багажом. И я вижу, как внимательно слушать, что это нравится людям. И мне нравится делиться с ними. Прямая связь, конечно. Да. И тоже, я когда выступы устраиваю, я никогда не думал о деньгах. Я просто хочу поделиться со всеми людьми своими работами. Люди приходят, нравятся, заполняют книжки, пишут что-то. И благодарят себя за выставку. Вообще, да. Ведь наверняка, Борис Иванович, интересно следить за реакцией. Да? Вот прямо сразу, да? Да. Как воспринимают? Само разное. Просто я знаю, что мои друзья из Москвы приезжали специально на эту выставку. И Борис Иванович их там встречал. И, в общем-то, делал им экскурсию, можно сказать так. Ну, тем не менее, у вас разная тематика. И разные бывают программы, с которыми вы выступаете. Да. Да, которая была в Матищах. Как прекрасен этот мир. Это специально подготовленная вот к этой фотовыставке композиция. Вот детская была как бы встреча. Так или иначе, готовитесь, как-то выбираете ту тематику, то направление, которое будет в данной программе представлено. И перед какой аудиторией? Вот расскажите, на что выбор подойдет? Сольные программы в том числе есть. Не только вот наше совместное выступление, как вот здесь. Или там у нас есть отдельный такой спектакль «Поздняя осенью весна» бывает. Но у нас сольные есть программы. Все сделано еще зависит от того места, где мы собираемся выступать. Вот эта программа для детского слушателя. А вот у нас были спектакли «В доме Булгакова». Такое особое место, если зрители помнят, если кто был там. А если не был, то обязательно приглашайте. Да, помывайте. И у нас ведь там в Королеве есть музей Цветаево, который проводит под открытым небом праздники, где тоже участвуем. Так что мы, конечно, прежде всего настраиваемся на то пространство, в котором нам предстоит выступать. И в соответствии с этим пространством мы создаем композицию. А какие приоритеты при выборе тех площадок, где вы будете выступать? Вот у Бориса Ивановича, когда выставка была, да, ну понятно, что у вас дружеский союз. А вот, например, дети или какие-то другие, вот музей Булгакова, такие места, наверное, не просто попасть. Да, ну вот просто удивительно, когда мы где-то выступаем, кто-то там присутствует, и мы знакомимся с новыми людьми. Это один из замечательных таких подарков, который нам дает судьба и мир за наше выступление. Нам даются новые возможности для новых выступлений в новых местах и очень интересных. Вот я упомянул полотняный завод. Что такое полотняный завод? Это же то место, где бывал Пушкин. Это же место, где выросла его Наталья Николаевна Гончарова. И вот сможете себе представить, в каком... И нас там встречали замечательно. В этом месте устраиваются такие концерты, куда съезжается публика со всей Калужской области. И вот нас там встречали, соответственно. И это что-то необыкновенное. Выступать там, в этих стенах, это здорово. И один из моих переводов прям полностью описывает... Точнее, это стихотворение болгарской поэтессы Натальи Кончай-Хиновой, которое когда-то я перевел довольно давно, еще, может быть, в третьем году. А оказавшись в этой усадьбе, вдруг я понял, что это описывает вот это место. Ну вот я сейчас к вам прочту, если позвольте. Конечно, с удовольствием. Может быть, вы, я надеюсь, согласитесь. Называется это стихотворение в России. Я снова дома, снова там, где, может быть, бывал когда-то. Вновь предаюсь своим мечтам, вновь вижу то, что сердцу свято. Да, до щемящей немоты, знакомы мне поля и нивы. В них столько светлой красоты и шелест листьев говорливых. Еще я помню аромат недавно сорванных букетов, Цветок, в которых каждый рад стать строчкой из венка сонетов. Опять звучит в душе моей мелодия тиши морозной, Когда зима в дахе своей не кажется такой уж грозной. О, сколько дивных вечеров надежд и робости девичьей Летят сквозь время, теплых слов не хватит. Только трели птичьих, чтобы выразить, как сладокон, Тот вновь приснившийся мне сон. Я думаю, что телезрители согласны с вами, с вашим предисловием. Да, удивительно, тут ведь о девичьих мечтах идет речь прямо напрямую. Спасибо. Анатолий Фанасьевич, мы сегодня в студии, не просто так, у нас очень много книг. Расскажите, пожалуйста, это ваши все где-то полностью сборники, где-то вошли в состав, да? Вот что за литература у нас сегодня? Ну, здесь есть авторские сборники, вот Раиса Александровна покажет о своем сборнике, расскажите. Ну, у меня здесь один сборник, как полностью сборник, это моя книга. Вот, и... Не и, надо рассказать об этой книге поподробнее, там же есть иллюстрации. Да. В конце книги, да, есть иллюстрации моих картин, которые я делаю, вот флорист я. То есть, и там не только стихи, там эссе ее. Эссе, да. Да, такие природные зарисовки, и такие, они философские одновременно. Ну, почитайте, может быть, что-то на ваш вкус, вот, что бы хотелось сказать. Благодарю свою судьбу за то, что я жива. Живу. Благодарю за каждый день, за солнца свет, за ночи тень. Благодарю за всех друзей, что в жизни встретились моей. За всю любовь благодарю, что дарят мне, и я дарю. За светлый и уютный дом, за то, что мы с тобой вдвоем. За каждый миг, за каждый час, за правду жизни беспрекрас. И за мечту, и вдохновение, и каждого стиха рождения. И книжка называется «Благодарю свою судьбу» как раз по этому стиху. Мне нравится, болит. Ну, вот, как я уже сказала, художник-флорист. И моими картинами, вот, одна такая картинка. Это общий сборник. Оформили, да. Это сборник Международного фонда славянской письменности и культуры. Это серьезная организация такая, да? Они выпускают такие выпуски, славянские встречи. И вот один из этих выпусков, картина Раиса Александровна, фрагментом картины, точнее. Ну, да. Высокая честь, да? Согласна, конечно. Вы не можете эти молитвы почитать? Ну, там поется она. Ну, это, если молитву только из сборника, потому что она несколько раз... По поводу молитвы можно дополнить? Я просто... Давай. На стихи Раиса Александровна написана песня. То есть это даже романс, скорее это назвать. Написал композитор, который возглавляет такой известный в Королеве, но не только в Королеве, ансамбль народных инструментов, который называется «Сувенир» Николай Губернаторов. Наверняка он в мытищах выступал, и не раз, и те, кто был на этих концертах, им наверняка понравилось их выступление. И вот этот руководитель, он композитор, создал песню как раз к сорокалетию ансамбля. И вот первое выступление, то есть на празднование сорокалетия впервые прозвучала эта вещь. Раиса Александровна уже готова нам прочитать стихотворение. Давайте послушаем. Всевышний, выведи меня из лабиринта боли, путь укажи среди огня, чтобы смогла покой храня собрать остаток воли. Хранитель правый, вразуми, как пересилить муку, и в сердце боль обид уйми, к душе измученной прижми свою святую руку. Господь, дай мудрости понять тому, кто бросит камень, что сам он грешен, обвинять и в равнодушии пенять, кого он может. Аминь. Спасибо. Да, это первый вариант. Сейчас уже это стихотворение дополнено, и как песня звучит, оно более обширно. Скажите, пожалуйста, вот увидели сборники наши российские на русском языке, да, но в том числе и представлены журналы, книги на других языках. Что это значит? Поясните, Антон. Да, вот есть журнал «Польский», называется «Поэзия сегодня», если в переводе с польского, видите, за 2011 год. Это выпуск, посвященный фестивалю славянской поэзии, который там ежегодно стал проводиться в Варшаве. И я был участником этого фестиваля, как раз в 2011 году, как один из членов делегации Московской городской писательской организации. И вот участников этого фестиваля перевели на польский язык, тут по нескольку произведения, и вот в этом журнале они изданы. А на этом фестивале я познакомился с основателем вот этого движения фестивального славянской поэзии. Первый фестиваль славянской поэзии провели в Варне, в Болгарии. Элка Няголова, такая известная, известный деятель, она поэт замечательный, и издатель, и вот учредитель вот этих фестивалей, которые стали в других городах в том числе проводиться, и в том числе и в России, но в более позднее время. И вот она в своем журнале «Знаци», который переводится как «Знаки», публиковала тоже несколько стихотворений. Буквально через две недели после того, как мы расстались, вот там на фестивале, журнал вышел с этими переводами. Она сказала, что пока летела в самолете, она там несколько стихов перевела. Вдохновили сразу. Вот это замечательно, конечно. Хотелось бы коснуться темы, которую сейчас, в год 70-летия Великой Отечественной Победы, Великой Отечественной Войне, ну, не вправе мы не затронуть. Есть ли в вашем творчестве стихи, посвященные солдатам, бойцам, офицерам, труженикам тыла, всем, кто защищал нашу Родину в те годы? Так, ну, тоже? Ну, вот я как раз привез этот диплом, который для меня очень дорого. В корею. Да, диплом лауреата первой степени за победу в конкурсе «Белые журавли» в номинации «Разговорный жанр. Чтение стихов. Отрывки из художественных произведений». Это многие, наверное, мытищинцы знают, у нас здесь проходит литературно-художественный конкурс «Белые журавли», который организовывает военно-патриотический центр «Граница». Вот поподробнее расскажите. Да, и вот мне посчастливилось не только там принять участие, но и вот получить такой диплом, и принять участие в галоконцерте уже дипломантов и победителей этого конкурса, который был здесь в парке. Мне очень нравится эта награда, и я в высокую честь. Для меня одно из стихотворений, которое я представлял на этот конкурс, называется «На Волгоградской набережной». Небо дарит голубизну, солнце щедро струит поток. Почему же напомнил тризну в клумбах каждый яркий цветок? Почему же душа нелегка, глянь, какой над Волгой простор? Далеки от нас облака, если в землю опущен взор. Может, ржавый металл, магнит, тот, что в этой земле лежит, душу тянет, сердце соднит? Страшный лик войны не изжит. Мысли павших, мечты, как взрыв, потрясают в глубинах нас. Вновь стоим, головы не покрыв, мы над теми, кто землю спас. Спас себя, положив в нее. Город войны, словно жневье, а играют в мирной тиши лишь беспечные малыши. — Спасибо. Скажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете, где планируете выступления свои и какие программы на перспективу? И опять же, будет что-то посвященное Великой Отечественной войне, празднику Победы? — Да, конечно. Буквально вчера мы выступали с Раисой Александровной, уже упоминали об этом спектакле по детским стихам Маддештама в культурном центре имени Виктора Драгунского в Москве. И вот тем, кто нас туда приглашал, им понравилось. И они нам заказали уже участие, наше участие у них в таком «Библия ночи». Это в апреле будет, но им тоже нужен детский спектакль. И мы предложили им с Раисой Александровной спектакль под названием «Фотостихосказские притчи». Это уже будет по нашим стихотворениям. Вот, кстати, там будут использованы наши фотографии же. То есть мы там уже и как фотографы будем представлены в этой композиции. Ну и надо сказать, что мы и музыку, там, конечно, мы всегда с музыкой выступаем. По большей части с живой. У нас есть друзья, замечательные музыканты, такого высокого, можно сказать, музыканты-виртуозы, москвичи. Ну, когда нет такой возможности, тогда их выступление заменяет фонограммы. Что касается планов, да? Борис Иванович, какие у вас планы? Над чем будете работать? Я буду подсоединяюсь к ребятам, поддержу там, поснимаю. Есть планы. Я вот сейчас, например, заканчиваю вторую книгу памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Она почти сверст, практически сверст. И есть еще планы по поводу новой книги. Раиса Александровна тоже работает, да? Да, я тоже подборку делаю для новой книги. Пишу о том, что вижу, вернее, душа к чему лежит. Вот вижу, что какой-то сюжет достоин, чтобы описали. Я опишу. В свободном полете. Ну, факт тот, что я вот, кстати, хотел бы зрителей наших как раз настроить на такой, на оптимистичный лад. А для того, чтобы особенно в наши времена это достичь не так легко, оптимистичного строя, да? Если хотя бы что-то вы сделаете в течение дня для души, то это дорогого стоит. Это вас будет поддерживать однозначно. Это будет вам давать новую энергию, новые силы для того, чтобы со своими обязанностями справляться, вынужденными какими-то. Да, я поддерживаю полностью. Если я за день не напишу, там хоть строчку или листик какой-то не приклею, мне кажется, что день зря прошел. Да, иногда просто в прежнем тексте написанном сделаешь правку удачную, и все, и сразу все преображается, все идет как надо. А скажите, пожалуйста, есть ли в вашем творчестве стихи, посвященные родному краю, может быть, Подмосковью? Подмосковью. Какие-то строки о родной земле. Ну, есть, если позволите. Ну, как бы без названия, но посвящено, оно именно Подмосковью здесь было написано. Я выйду в чисто поле, Нарву букет цветов, Спою о вольной воле Под шум шальных ветров. В ручье омою ноги студенную водой, Вдаль уплывут тревоги, Вновь обрету покой. Нагнусь траву потрогать, Ромашку приласкать. О, край мой, ради Бога, Роднее не отыскать. И кровь в висках стучит одно, Люблю тебя давным-давно. Мне очень приятно, что сегодня к нам пришли в гости. Все-таки хотелось бы несколько слов в адрес всех телезрителей попросить вас сказать, для того, чтобы и наши телезрители, и все, кто сейчас нас смотрит, наши жители, тоже приобщались и к поэзии, и к фотографии, к любому искусству, которое дает, наверное, силы, прежде всего, любому творческому человеку. Хорошо. Давайте я в качестве, собственно, это будет и пожелание одновременно, сонет прочитаю. Душа поет, о чем бы ей не пелось, Когда, позволю то, что так хотелось, Вдруг перестать за телом падать ниц, Расшириться без всяческих границ, Дать выход всем словам и откровениям, Успехам, неудачам, прегрешениям, Негодованию, радости, печали, Что дни текущей жизни размечали, И следом телу хочется летать, Места больные счастьем залатать, Расстаться с грузом повседневных дел, Что приковали к скалам столько тел. В гармонии всегда душа и тело, Коль просто делать, что она хотела. Лучше и не сказать. Спасибо вам большое за то, что пришли в гости, За то, что поделились позитивом, Почитали нам стихи, И вообще рассказали о себе, О своей деятельности, о своем творчестве. Очень приятно. Вам спасибо за то, что вы дали такую возможность. Пригласили. Ну что ж, приходите тогда еще, Будем дальше продолжать наше сотрудничество. Спасибо большое. И спасибо всем нашим телезрителям, Кто в эти полчаса был с нами. Это была программа «Культурный город». Смотрите нас по субботам На телеканале «Наши мытищи» в 19.40 И будьте в курсе главных культурных событий Нашего городского поселения мытищи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...